Друзья мои, добрый день! Без лишних слов обратимся к стихотворению Михаила Юрьевича Алирмонтова, поэт, и с него начнём разбор контрольной работы номер четыре. Итак, задание один. Мы читаем задание всегда очень внимательно, всегда очень внимательно, обращая внимание на речевые обороты. Как известно, стихотворение Михаила Юрьевича Алирмонтова делится на три части. И вопрос, да, вопрос. В какой из них наиболее ярко проявляются свойства инвективы? Сразу здесь подкрепляются ваши терминологические знания. Инвектива – это обвинительная речь, которой свойственна гневная тональность, обращение к определенному адресату с использованием местоимений «ты», «вы». вот мы с вами и смотрим. Я предлагаю правильный ответ. Это третья, третья строфа, третья часть, третья часть, вернее, даже не строфа, скорее, а часть, потому что условно это стихотворение действительно можно разбить на такие три составляющие части. Вот в третьей, особенно, да, последняя наша строфа с использованием восклицательных знаков, с конкретным обращением, «а вы надменные потомки, вы жадную толпой стоящие у трона свободы гения и славы палачи». Вот вы видите, насколько, да, всё вот так вот разверзнуто, скажем так. И употребление восклицательных знаков также в последней части даёт нам право судить о том, что всё-таки инвектива, вернее, свойства инвективы, да, действительно проявляются больше в третьей части стихотворения. Задание номер два. Задание номер два. Из приведённого перечня вам необходимо выбрать три названия художественных средств и приёмов, использованных поэтом в первых четырёх строках данного стихотворения. Читаю вот эти строки. «Погиб поэт, невольник чести, Пал оклеветанный молвой, С свинцом в груди и жаждой мести, Поникнув с гордой головой». Ну и, собственно, нам перечислены литературные термины, Тропы, Анафора, Гипербола, Инверсия, Метонимия, Эпитет. Ну, конечно, Это бесспорно инверсия, потому что вы видите инверсионное построение строки, стиха. Это, конечно, Метонимия, да, Перенос смежных свойств И эпитеты. Конечно, Эпитеты, Они есть здесь непрямые, Да, Невольник чести, Оклеветанный, Гордая голова. Пожалуйста. Задание 3. Каким термином обозначается Приём, состоящий в нарушении Порядка слов в предложении? В общем, вы видите, Что некоторые задания даже между собой переплетаются. Поэтому на это тоже стоит обращать внимание И быть внимательным, Потому что иногда нас ловят вот таким вот образом. И, конечно, это инверсия, друзья мои, инверсия. Задание 4. Укажите название оборота речи, Заключающегося в том, Что автор не до конца выражает свою мысль, Предоставляя читателю самому догадаться О невысказанном. То есть это, друзья мои, умолчание, Когда в тексте действительно срабатывает приём, Когда читатель сам должен до чего-то дойти, До чего-то догадаться, А автор нам такими полунамёками Пытается объяснить это. Задание номер 5. Евгений Онегин. Энциклопедия русской жизни, В которой с удивительной широтой Была воссоздана целая историческая эпоха. Какие же важные аспекты национальной жизни Нашли отражение в романе? Ну вот, давайте с вами действительно подумаем, Какие же аспекты национальной жизни Нашли отражение в романе? Ну, конечно, можно всегда начать с того, Что Пушкин нам напоминает О характере жизни крепостной деревни, Крестьянства, Воплощавших духовный и нравственный облик Передовой русской молодёжи 20-х годов. А в Евгении Онегине Многое напоминает образы кавказского пленника, Если вы помните. Как и они, собственно, Он не удовлетворён жизнью, Он устал от неё, Чувства охладели, Но и перед нами с вами, друзья, Неусловный романтический герой. Онегин – это социально-исторический, Реалистический тип, Воплощающий что? Облик поколения, Жизнь которого обусловлена Личными и общественными обстоятельствами. Вот это очень важно. Своей начитанностью и культурой, конечно, Онегин отличается от большинства дворянского общества. Пустота жизни мучает Онегина, Он во всём разочаровывается, Впадает в хандру. Но, опять же, Перечисляя всё, Что касается Онегина, Мы объясняем тип, Вернее, Облик эпохи, Облик поколения, Так как Онегин – Сын своего времени и своей среды. Он вырос в типичных условиях воспитания Столичной дворянской молодёжи. Ему свойственны светские предрассудки, Жертвой которых он и становится ленский. Как и в тексте, Если вы помните, Онегин живёт как? Без цели, без трудов. В Онегине собраны самые различные черты, С которых складывается, Вот это важно запомнить, Складывается облик русской дворянской интеллигенции Времени Пушкина. Онегину присущи, конечно, Что скептицизм, разочарованность, В нём черты лишнего человека, Возможно, даже отчасти обломого, В образе героя своего Пушкина воплоте Многие из тех черт, Которые проявляются потом в персонажах романов И Лермонтова, и Тургенева, и Гончарова. Но вот так вот, Примерно таким образом, Описывая черты Онегина, Мы описываем облик поколения, То есть вот те самые аспекты национальной жизни. Это абсолютно приемлемо. Задание 6. Следствием светского воспитания, Опять же, видите, перетекающий вопрос. Следствием светского воспитания Евгения Онегина Становится тот факт, Что в высшем обществе Герой принят с... И тут нужно выбрать правильный ответ. С явным пренебрежением, Полным равнодушием, Оценкой, что он умен и очень мил, Отсутствием малейшего внимания. Ну, конечно, здесь явный ответ номер 3. Оценкой, что он умен и очень мил, Потому что обычно, Обычно, когда дается какая-то цитата, И вы видите, Даже, даже, даже не зная точно Правильного ответа, Вы видите, что цитата Действительно взята из Евгения Онегина. И мы смело можем отвечать, Что это ответ, Правильный ответ под номером 3. Следующее задание номер 7 Сформулировано, Сформулировано, точнее, Следующим образом, Что пророчит сновидение Светланы Из одноименной баллады Жуковского. Ну вот, давайте с вами Обратимся к тексту, Вспомним, вернее, Текст Жуковского. Светлана, Очень красивый текст, Действительно, Национальный колорит отражающий, Русифицированный текст, Потому что, если вы помните, Из-под пера Жуковского Вышли различные баллады, В основном это были переводы, Но вот, Баллада Светланы, Это действительно, Скажем, русская вещь, Потому что, если, например, Мы обратимся к балладе Людмила, То это перевод Бюргеровской Леноры, Да, это уже немецкая вещь, И она, да, Похожа на чем-то, Чертами на русскую, Но абсолютно это не так. А вот Светлана, Здесь уже более интересно, Начинает развиваться текст, Если вы помните, Начинается он с гадания, Раз в Крещенский вечерок, Девушки гадали, Заворота башмачок, Сняв с ноги бросали. Так, друзья мои, Сейчас мы обратимся К заданию Про балладу Василия Андреевича Жуковского Светлана. И задание номер 7 У нас звучит следующим образом. Что пророчит сновидение Светланы Из одноименной баллады? Вообще, Деятельность Жуковского Достаточно необычно И интересно С точки зрения ее аналитики. Ведь, как вы помните, Из-под пера Жуковского Вышла не одно, Не одна баллада. И в основном это были переводы С европейской литературы. И есть две баллады, Которые обычно сравнивают между собой. Это баллада Людмила И баллада Светлана. Но только вот одна из них Это абсолютно русифицированная вещь, Наполненная национальным колоритом. Это баллада Светлана. А Людмила Это перевод С немецкого текста Баллады Бюргера-Ленора. Так вот, Почему баллада Светлана Является наиболее русифицированной? Потому что в нем действительно Отражены черты национального характера, Облик поколения, Если так можно сказать. И даже начало текста Баллады Светлана Это гадания, Святочные гадания, Чисто русская традиция, Гадания По блюдечку, Гадания С башмачком, Которые девушки кидают за ворота. Да, даже начало текста какое. Раз в крещенский вечерок Девушки гадали За ворота башмачок, Сняв с ноги, бросали. То есть, Пытаясь понять, Кто будет их суженый, Кто будет их жених. И гадания Таково, Что кто найдет из мужчин Этот башмачок, Кто-то, в общем-то, И станет женихом Твой самой барышни. Но Светлана, Кстати говоря, Даже есть картина Брилова, Карла Брилова, Светлана, Есть картина Александра Новоскольца, Которая называется Гадающая Светлана. Тоже очень интересные сюжеты, Очень интересные такие Фрагменты, моменты, Но тем не менее. Значит, вот таким образом Это работает так. И что же пророчит Сновидение Светлане? Конечно, Оно сулит Недоброе Сначала, Потому что И Вот это все Появляет, И оно сулит Не то, что Недоброе, Оно сулит Смерть, В общем-то. Храм, Гроб И так далее, Вот это все Сопровождающее Какую-то предсмертную Атмосферу Нас Действительно Наводит На мысль О том, Что Светлана Должна Умереть. Но, Но, Конечно, К счастью, Светланы Все, Что происходило В тексте, Да, Это вообще В принципе Сон. И к счастью, Светланы Является Белый голубь. Белый голубь Как Спасение Как спасение Ее от верной гибели. Вот Таким образом. Но отвечать нужно Примерно так, Что действительно Сновидение Сулит Светлане Недоброе, Это предзнаменование Смерти И так далее. Но Можете добавить, Да, Включить знание Текста, Что появляется Белый голубь, Который символизирует Спасение. Поэтому Светлана Не погибает В тексте Василия Андреевича Жуковского. Она Не ропщет На Бога. Она Поддается Отдается Даже, Наверное, Проведению, Да. Поэтому Собственно Все Заканчивается Хорошо. И вот Следующий вопрос Практически То, Что мы Сейчас С вами Объяснили. Как В сцене Гадания Баладе Жуковского Светлана Выражается Национальный дух Героини. Конечно, Друзья мои, Нужно Понимать, Что Что это Абсолютно Русифицированное Произведение. И оно Полностью Наполнено Национальным Колоритом, Национальными Чертами. Даже уже Начало Текста, Опять же, Я повторюсь, Начало Текста Это Святочные Гадания Это Русские Черты Тип Русского Человека Тип Русской Девушки Скромность Кроткость Трепет Покорность И Принятие Своей Судьбы То есть Почему Светлана Не погибает Да От того, Что она Принимает Свою Судьбу От того, Что она Не Ропщет На Бога Да Вот это Отсутствие Роптания Это Символ Того Что Символ Жизни Скажем так Потому что Светлана Остается Жива Именно Из-за Этого Почему Погибает Людмила В Баладе Одноименной Жуковского Потому что Она Вызывает Бога На Поединок Она Бросает Ему Вызов Да Бросает Вызов Судьбе Она Пытается Бороться С судьбой С Роком Там Как Хотите Она Не Принимает Этого Божьего Проведения Она Напрочь Отказывается В это Верить И Поэтому Бог Ее Наказывает Вместе Со Своим Мертвым Женихом Женихом Мертвецом Восставшим Из Последней Своей Темной Обители В общем Вот Поэтому Так Это И Проявляется Как В сцене Гадания Выражается Национальный Дух Вот Так И Выражается Именно В Отношении Ко Всему Происходящему Вот В этих Чертах Которые Мы Перечислили Вот Поэтому Таким Образом Примерно Нужно Рассуждать Но Только Все Это Конечно Формулируя В Текст Который Годится Для Чтения Задание Номер Девять В своих Монологах Чацкий Развивает Многие Актуальные Для своего Времени Вопросы А Какие Из них Поднимаются В диалогах Других Персонажей Пьесы Отметьте Номера Всех Правильных Ответов Варианты Такие Преклонение Перед Западом Крепостное Право Воспитание Чтение Книг Отношение К службе Ну конечно же Как вы понимаете Отношение К службе Выражалось В устах Самого Чацкого А уже Все Вот эти Моменты Относительно Воспитание Преклонение Перед Западом И чтение Книг Это То Чем Скажем Так Чем Руководствовались Другие Персонажи Пьесы Было Разбросано По всему Тексту Ну это Действительно Так Преклонение Перед Западом Была Наиболее Актуальной Темой Воспитание Потому что Все Все Что Что Не Было В Человеке По мнению Светской Интеллигенции Шло Как раз Именно От Воспитания Ну и чтение Книг Тоже являлось Камнем Преткновения Поэтому Правильные Ответы 1 3 4 Но тут Подключаются Ребята Только Ваше Знание Текста Именно Такое Более Глубокое Не только Относительно Цитаты Служить бы Рад Прислуживаться Тошно Ну и так далее Тут важно Именно Познание Текста Относительно Реплик Персонажей Монологов Диалогов И так далее Поэтому На диалоги Обращайте Внимание И на их Тематическую Такую Многогранность Ну Есть Задания Которые Также Проверяют Вашу Начитанность Не только Поработайте С текстом Собственно Но и Узнайте Что же Это За текст Собственно Под заданием 10 И скрывается Такой вопрос Назовите Произведение По данному Отрывку Давно Отверженный Блуждал В пустыне Мира Без приюта Вослед За веком Век Бежал Как за Минута Минута Однообразной Чередой Ничтожное Влавство Землей Он Сеял Зло Без Наслаждения Нигде Искусству Своему Он Не встречал Сопротивления И Зло Наскучило Наскучило Ему Ну и конечно Вам Предложены Несколько Вариантов Что же Это за текст Такой Это Демон Это Мцири Или Это песня Про купца Калашникова Ну конечно Здесь Два Текста Поставили Рядом Ну кто Я поставила Рядом Чтобы вас Немножко Запутать Это Демон Мцири Но Конечно Знающий Человек Знающий Олимпиадник Понимает Абсолютно Что Отверженный Блуждал У нас Только Демон И Творил Зло Без Наслаждения И Нигде Искусству Своему Он Не встречал Сопротивления И Зло Наскучило Ему А кто же Этот Он Конечно Демон Поэтому Да Вот Такой Вот Яркий Отрывок Не должен Был Вас Запутать Обращайте На это Внимание Какой Из Жанров Задание 11 Друзья Какой Из Жанров Не Относится К Устному Народному Творчеству Ну Тут Это Друзья Мои Баллады Это Конечно Баллады Потому Что Это Такой Более Более Такой Сильный Жанр Баллада А вот Сказки Потешки Частушки Все Может быть Создано Народным Пером Задание 12 Как Называется Жанр Церковной Литературы Которым Описывается Жизнь И Деяния Святых Конечно Это Житие Это Агеографичный Жанр Это Житие Житие Марии Египетской Житие Феофана И так далее Любое Житие Святого Это Описание Его Жизни И Деяний Поэтому Так Вот И Называется Остальное Собственно Не Относится К Агеографичной Литературе Задание 13 Известно Что Чацкого С его Гневными Обличительными Налогами Относят К героям Идеологам То есть Что такое Кто такой Вернее Герой Идеолог Тот Который Имеет Определенную Идеологию И Подчиняется И Ей Она Им Руководствуется Она Над ним Властвует Скажем Так Ну И Кто Из Последующих Литературных Кого Кого Из Последующих Литературных Персонажей Можно Отнести К такому же Типу Ну Здесь У нас Идеологистом Из всех Перечисленных Персонажей Был Конечно Базаров Печорин Мог бы Нас Запутать Но Все Таки Печорин Печорина Отсутствовала Какая-либо Идея Идеология Все-таки К идейным Персонажам Мы бы Отнесли Базарова Он чистый Нигилист И Этим Он знаменит Это его Такое Кредо Скажем так Собственно Это Базаров Ни в коем Случа Не Печорин На это Обращайте Внимание Идеология Это нечто Цельное Чем Руководствуется Герой Это владеет им Это какая-то Идея Иногда даже Одержимая Но тем не менее Это Базаровская вещь Нигилизму И так далее Не путайтесь Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор субтитров Корректор субтитров Корректорка Корректор субтитров Друзья, произведение Евгения Онегин. Отметьте номера правильных ответов. Кстати говоря, об этом я говорила в одной из записанных лекций, что Пушкин сам, тут именно вам даётся такая, что ли, ступенька, порог, о которой вы можете споткнуться, укажите, как сам Пушкин определяет жанровое своеобразие произведения. И для такой же ступеньки в варианты ответов я вставила не только определение Пушкина, а ещё и определение других критиков. Поэтому вот здесь вы могли запутаться, но кто точно слушал записанные лекции, дал определённо точный и верный ответ, это 3 и 4, это даль свободного романа и собрание пёстрых глав. Вот такой правильный ответ примерно должна быть такой. Героиню одноимённой баллады Жуковского действительно можно назвать романтической героиней. Вот эта фраза должна быть действительно у вас такой ключевой. первой, что вы соглашаетесь с тем, что героиню Жуковского можно назвать романтической героиней. Она бесспорно красива, скромна, но автор наделил её исключительным характером, она сильна духом. Вот здесь вы смотрите, вы уже вставляете не просто свои абстрактные знания, а точные знания романтизма, исключительный характер героини, она сильна духом. Вы уже сюда притягиваете знания направления, и это очень и очень ценно. Светлана проницательна, она безропотно верит в Бога, она верит в свои идеалы, то есть если личность сильная романтическая, она, конечно же, не отступается от своих принципов идеала. Вот здесь очень точно, она верит в свои идеалы, она точно знает свой путь и следует ему рядом с Богом. Вы здесь подчеркиваете не только теоретическое своё оснащение, но ещё и добавляете знания сюжета, что она не просто следует своим принципам и идеалам, как следует любая романтическая личность, но она идёт рядом с Богом. В произведении так и есть. Кроме того, Жуковский погружает героиню в исключительные обстоятельства, делает проницаемую границу между миром живых и миром мёртвых. Вот такой правильный ответ должен быть и у вас. Здесь вы притягиваете знания о романтизме, здесь вы говорите о том, что вы ещё и сюжет знаете, и ещё как бы кольцуете эту мысль отличительной чертой баллады как жанра. Ну и прекрасно. И получаете максимальных своих 7 баллов. Задание 13. Назовите произведение русской классики по иллюстрации. Ну, конечно же, здесь очень такая яркая иллюстрация относительно узнаваемости произведения, поэтому, конечно, думать здесь не нужно. Это Александр Сергеевич Пушкин «Медный всадник». Задание 14. Назовите автора и роман по описанию. Белинский назвал этот роман «Энциклопедией русской жизни». Всё, в принципе, ребята, дальше можно и не читать. Так как вы знаете, что именно Белинский назвал роман Пушкина Евгения Нигин «Энциклопедией русской жизни», и это цитата, это, вернее, определения переходящие, поэтому дальше можно и не читать. Хотя, конечно, если мы будем вот такими самоуверенными знатоками, считающими, что мы всё сможем, сразу по первой строчке мы обязательно проиграем. Но здесь, конечно, всё очевидно, но всегда я вам советую всё-таки дочитать фрагмент до конца предложенный текста. Мало ли что там может быть вам ловкой. Поэтому по первой строчке, конечно, здесь в данном случае всё понятно, но дочитывайте фрагмент до конца. Итак, правильным ответом на задание 14 является произведение Александра Сергеевича Пушкина «Евгения Нигина». Задание 15. Дайте полный ответ. Вот важно, ребята, понимайте отличие краткого от полного ответа. В чём же полный ответ заключается? В его, конечно, объёмности и аргументированности. Вы не можете односложно ответить. Вот раз и всё. Вот да, разница в этом и в этом. Нет, аргументируйте. Приведите примеры. Докажите свою мысль. Вот тогда это будет полный ответ. В данном случае вопрос таков. В чём разница между типом маленького человека и типом лишнего человека? Я составила примерный правильный ответ относительно формулировки. Формулировка может быть любой, но суть такова. Главным отличием двух типов является то, что маленький человек вписан в общество. Он занимает определённую нишу. Обычно это мелкие чиновники, клерки, выполняющие долгую рутинную работу. Лишний же человек, выключенность пространства. Ребята, он в общем-то в том-то и лишний, что он действительно выписан из пространства жизни. Он никому не нужен в силу особенностей личности, характера. Он и сам не понимает, вот самое страшное, что он и сам не понимает своё место в обществе. Если обратиться к примерам из литературы, и здесь вы уже можете добавить свои. Ну вот я привела самые яркие, что маленький человек – это Акаки Акакевич Башмачкин, Гоголевская Шанель. А лишний человек – это Григорий Печорин, Лермонтов, герой нашего времени. Вот так вы заканчиваете свою мысль и получаете максимальные 6 баллов. Задание 16. Распределите в хронологическом порядке появление направлений в литературе. О направлениях в литературе мы говорили на самой-самой первой лекции. И, конечно, вы должны помнить это появление хронологически точно. Это классицизм. Помните? Дальше. Вот воспроизводим здесь и сейчас. Называется эту цепочку классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм и модернизм. Вот таким вот образом следует направление литературы друг за другом. Запоминайте это. Мы с вами на одной из записанных лекций фиксировали, когда появляется то или иное направление. Поэтому, если кто забыл, обязательно обратитесь к самой-самой первой лекции. Задание 17. Опять дайте полный ответ. Каково назначение одежды персонажа в повести Гоголя Шинель? Ну, ребята, вы сами понимаете, что одежда в этом произведении играет ключевую роль. И я примерно для вас сложила вот такой ответ. Модель мира, созданная в произведении, в значительной степени зависит от того, какую роль играет в художественной системе писателя предмет или вещь. Обращение персонажа с вещами, его поведение внутри вещного мира становится средством создания образа не только персонажа, но и образа мира. Функции одежды обеспечиваются набором ее формальных признаков, главными из которых являются признаки наличия, отсутствие одежды, материалы, из которого изготавливается одежда, покрой, размеры, степени новизны. Носителем вот этой вот культурной семантики у Гоголя становится цвет одежды, который создает произведение вот этот самый интертекстуальный фон, о котором мы всегда говорим. В «Шинели» вещная конкретная детализация сопровождает весь ход событий. Вещь становится не просто исключительно значимой, но судьбоносной для героя произведения. Она начинает ему заменять все проявления окружающей действительности. Из чего состоит этот правильный ответ? Из того, что вы сначала очень философски рассуждаете о модели создания вот этого вечного мира, как внутри этого общества и мира развивается, функционирует вещь, из чего она состоит, по каким формальным признакам можно, скажем так, выделить функции одежды и так далее. И вот после того, как вы так философски очень заметили это, сразу объяснили, что вот носителем этой самой культурной семантики у Гоголя становится цвет одежды, он создает интертекстуальный фон и так далее. Вот просто ответить, что одежда в произведении Гоголя имеет ключевую роль, не будет совсем правильным. А вот такое более философское рассуждение отлично, отлично подарит вам ваши максимальные 7 баллов. Задание 18. Дайте полный ответ. Почему стихотворение Лермонтова «Смерть поэта» можно считать инвективой, то есть обвинительной речью? Ну, конечно, опять же, для вашего удобства я предложила вам этот самый фрагмент произведения, который вы должны прочитать и по окончании чтения сформулировать ответ. Формулировка может быть любой. Я сделала такую ремарку. Мне в этом задании важно оценить ваше умение работать с текстом, как вы умеете определять главное, как вы умеете составлять аргументы и объяснять, грамотно аргументировать свою собственную позицию. Поэтому более правильная формулировка, более верный текст с аргументами, с позицией вашей, с примерами из текста, как это всегда нужно, дает вам право получить ваши максимальные 5 баллов. Задания уже с 19 по последнее, 25, более простые. Такого действительно теоретического характера. Назовите имя русского классика, это задание 19, который в начале своей карьеры писал под псевдонимом В. Алов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...